Вряд ли кто-то будет оспаривать, что образование – это дорога длиною в жизни. И сегодня, в век быстро развивающихся информационных и коммуникационных технологий, ценность его растёт. Однако вопрос в том, соответствует ли уровень образования требованиям современного времени. В недалёком прошлом мы могли получить хорошее образование, и этих знаний хватило бы до конца жизни. В начале 60-х годов прошлого века американские эксперты, находясь под впечатлением русского прорыва в космос, обратили пристальное внимание на систему советского образования и пришли к единодушному мнению, что они проиграли космос ещё за школьной партой. К сожалению, эти времена прошли, и современное образование имеет ряд проблем. И если мы не проработаем над ними, над решением этих проблем, то в скором времени будем жить в обществе с низкими этическими нормами и недостаточной степенью образованности. Современная школа, в отличие от советской, начинает утрачивать одну из своих важнейших функций – воспитание, а следовательно, и формирование мировоззрения. Сегодня эту функцию взяли на себя телевидение, интернет, о содержании которых говорить даже не приходится. Второй важный аспект школьного образования – это развитие логического мышления. С этим тоже имеются проблемы. Ребята зачастую зубрят материал и не приучаются самостоятельно думать и анализировать. Идёт трансляция готовых знаний без поисков решений. Школьники перестали читать классику. Об этом говорят многие школьные преподаватели и сами абитуриенты тоже. В этом мы убеждаемся на искупительных экзаменах и так далее. Вместо этого они скачивают содержание, краткое содержание какого-то произведения, которое умещается всего лишь на нескольких страничках. В результате страдает, конечно, лексика, не такой богатый язык, не такие красивые мысли, как были раньше. Иногда нужно услышать мнение, что в школе дают слишком большой багаж знаний, которые бесполезны в дальнейшем. Ну, действительно, может быть, бухгалтеру и не понадобится знание производных интегралов, а программисту, скажем, отличать органические кислоты от неорганических. Но здесь важен сам процесс получения этого знания. После окончания школы стоит выбор, который для многих может стать определяющим в жизни, чем заниматься дальше, какое направление выбрать для получения высшего образования и нужно ли оно вообще. И даже среди тех, кто уверенно отвечает на этот вопрос, то есть выбирает определенную специальность, после окончания вуза начинает работать совершенно в другом направлении, в другой области. Это третья важнейшая задача школы. Помочь каждому школьнику определиться с его интересами, чем он хочет заниматься в будущем, объяснить, что ожидает в будущей профессии и какие проблемы ему предстоит преодолеть на пути к званию специалиста. На сегодня мы сталкиваемся с падением престижа профессии учителя. Если в 60-е годы прошлого века стать педагогом мечтали 27% советских школьников, к 80-м годам 18,5%, то на сегодняшний день эта профессия не значится в первых 10 по перечню, она на 11-м месте всего лишь эта профессия. Это, конечно, статистика Российской Федерации, но и у нас статистика, если таковой, вообще я не обнаружила, но думаю, что и у нас то же самое. На протяжении многих лет приемная комиссия нашего университета констатирует отсутствие конкурса на педагогические специальности математику, физику, географию, химию и некоторые другие, в связи с чем вынуждены принимать слабо подготовленных абитурентов. Иногда даем шанс абитурентам с недостаточным уровнем подготовки беря их в качестве вольнослушателей. Их обучение становится проблематичным, но из-за нехватки педагогических кадров по вышеуказанным специальностям приходится закрывать на это глаза. Беря слабых абитурентов, вряд ли мы получим блестящих специалистов на выпуске и получается вот такой замкнутый круг. Поэтому, помимо проблем, ориентированных на детей и исходящих из их нужд, существуют другие проблемы, не менее актуальные. Это проблемы с преподавателями. Многие преподаватели сейчас работают без энтузиазма. Откуда растут корни этой проблемы? Во-первых, многие учителя в школах сейчас приближаются к преклонному возрасту. В нашем быстро развивающемся обществе им сложно понять отношение современного школьника ко многим вещам. Они воспитывают и учат их по тем стандартам, которые существовали ранее. Кстати, при университете существует республиканский центр повышения кадров и переподготовки кадров, повышение квалификации и переподготовки кадров, который отчасти пытается решить эту проблему. Хочется отметить, что наш университет делает все возможное, чтобы пополнять ряды учителей свежими силами. Так, начиная с 1996 года, мы не выдаем дипломы нашим выпускникам, которые обучались на бюджетной основе, до того, как они не отработают по направлению. Ну, это хоть как-то решает проблему, но может быть иногда и временно, потому что сталкиваемся с тем, что вот отработали ровно два года, и они приходят, забирают диплом, и уходят в другие коммерческие структуры, где оплата выше, и работа требует меньшей самоотдачи, чем профессия педагога. Во-вторых, у учителей низкая зарплата, несмотря даже на то, что за последние годы она несколько раз повышалась. Кстати, здесь хочется вспомнить, что в двух законах, подписанных президентом, звучало повысить заработную плату всем работникам образования, кроме Абхазского государственного университета. И когда мы возмутились, как-то сказали, что лучше тогда просто не указывайте, а перечислите всех, и не называйте нас. Так и было в последнем. Да, немного было сказавительно для нас. Сегодняшние школьники – это те, кто завтра будет управлять страной, делать экономические прогнозы и проводить исследования. Обучать их должны хорошо подготовленные и мотивированные специалисты. Выучить школьный предмет и пересказать его на уроках сможет каждый. А вот сделать так, чтобы заинтересовать этих ребят, заставить их размышлять и проникнуться идеей только в хорошо подготовленные специалисты. В-третьих, у преподавателей слишком большая нагрузка. Домашние задания не будут иметь смысла, если их не проверять каждый раз. А домашние задания имеют большое значение, как закрепление того материала, который пройден. Но попробуйте проверить каждый день десятки этих тетрадок. Кроме того, часть преподавателей должны активно участвовать в ходе урока, много говорить, вести дискуссии со школьниками, вникать в их идеи, направлять в нужное русло их мыслей и так далее. Но никакой мотивации не хватит делать это каждый день по нескольку часов в день. И в результате при общении с абитуриентами, многие из них говорят, что мы просто конспектируем, пишем за преподавателем или конспектируем параграф и так далее. То есть это превращается в простую вот такую работу. И через некоторое время дети теряют интерес к этому предмету, а потом и к образованию, и обучению в целом. Все эти проблемы являются преградой перед качественным образованием. В 2003 году министром образования был наш ректор Олег Алексеевич Баранов и была разработана программа «Сельский учитель», в которой отражен комплекс мер, направленных на повышение статуса сельского учителя и эффективность его труда. Были проведены конференции в шести районах, вот кроме Гальского во всех, и готовились к проведению съезда учителей. Многие пункты этой программы выполняются, но съезда так и не было. А ведь насколько важно услышать мнение не заведующих там Рано-Удара, но или директоров школ, а именно учителей, которые сами вот варятся в этой кухне, которые знают о своих проблемах больше, чем кто-либо другой. Возможно, они и предложили бы решение или реальные шаги по их преодолению. Значит, в 2011 году ректор направил министру образования свои предложения по совместной работе, которые актуальны и на сегодняшний день. Но они так и остались без ответа. Вот я специально принесла, тут было, кстати, название такое было «Координационный совет Министерства образования и Республики Абхазия и АГУ». То есть, действительно, это же насколько важно скоординировать действия Министерства образования, школ, университета и так далее. В 2011 году. Я, вообще, честно говоря, больше внимания уделила школьному образованию, потому что, как известно, это фундамент последующего образования. Но проблемы существуют, конечно же, и со средними специальными заведениями. А ведь нам нужны специалисты и такого звена. Еще 10 лет назад Алик Алексеевич предложил воспользоваться опытом Кабардино-Болгарского университета, которому были переданы училища и техникумы на правах колледжей. Это, в первую очередь, хорошая мотивация для тех, кто туда поступал. Окончив этот колледж, они могли дальше продолжить учебу со второго, если возможно, с третьего курса. А пока что наши средние специальные учреждения, они выживают только тем, что вводят в специальности там бухгалтерские учеты или какие-то другие, ну, для того, чтобы как-то, или даже юриспруденция, да, для того, чтобы привлечь. Ну, немного коснусь вопроса о негосударственном высшем образовательном учреждении, которое у нас существует. Конечно, здоровая конкуренция это хорошо, но за красивой вывеской названия специальности, которая объединяет два разных направления, работники образования, или те, которые сталкиваются с учебными стандартами, понимают, что невозможно там за пять лет два совершенно разных направления, такие как юриспруденция и экономика, объединить и сделать вот специалистов прям по двум различным направлениям. И иногда за такими привлекательными названиями специальностей не стоит соответствующее обучение. В этом убедилась комиссия, которая два года назад совместно с Министерством образования и Абхазским университетом проводила и таких знаний не обнаружила. Что касается... как мы их называем, формируются, вот заказ этот формируется на основании пожелания родителей и детей. Но разве это правильно? Разве не государство должно формировать заказ, чтобы знать, какие специалисты ему понадобятся через столько-то лет? А, значит, порой бывает, что уезжают дети на специально... учиться на специальности, которые и в национальном университете существуют. Поэтому это тоже такая проблема, которую нужно... Я думаю, что государство должно сформировать вот такие заказы. Но здесь я перечислила далеко не все проблемы, которые существуют в образовании. И хочется сказать, что и решить их, конечно же, в одночасье невозможно. Есть те, которые можно начинать решать сразу, а есть те, которые предстоит еще много лет решать. Но хочу сказать, что пора от парадно-показательных мероприятий переходить к реальной реабилитации образования. Для преодоления этих проблем нужны совместные усилия и Министерства образования, и университета, и школ, и родителей всех, потому что мы занимаемся одним общим делом. Мы должны воспитать подрастающее поколение, которое в скором времени нас должно заменить.